Мы долетели! С нами каких-то зуба бородатых мужика почему-то. Жопу уже проели ей. И она пообещала, что мы будем живы. Моя любовь живет на пятом этаже спокойного сна. Мы только что... Блядь! Одну секунду, я потом буду жить пизда. Всем привет, меня зовут Полина Чистякова, и вы находитесь на моем канале, на котором выходят ролики нестабильно, нечасто и не на конкретную тематику. Сегодня особенный день, сегодня вышло новое видео. И это видео про наше путешествие из Африки. Я знаю, что многие уже это видели в Инстаграм у нас, у Маши, которая путешествовала со мной, Даня, которая со мной путешествовала, у них тоже вышли влоги, но они немного другие. И я скорее сняла больше наши впечатления, какие-то внутренние разговоры и так далее. Не так много животных, но мне очень хотелось снять это видео, потому что это для меня в первую очередь память. На самом деле мой канал уже очень давно превратился в такой личный дневник, особенно после путешествий выкладываю видосы, и они вроде вам нравятся. Я знаю, что вы ждали это видео, и в этот раз я ролик сделала практически сама, с нуля, что для меня, в принципе, в новинку, потому что ролики я никогда сама не монтировала. Также вы еще заметили микрофон, возможно, я буду использовать его в дальнейшем в других каких-то роликах. И я записываю на свою новую камеру, так что это был последний влог на Sony экшн-камеру, которая, ну так скажем, качество у нее уже немножечко подводит. Так что сразу после путешествия я купила вот эту малышку, потом вам, если будет интересно, про нее расскажу. В общем, не буду затягивать, приятного вам просмотра, надеюсь, что ролик вам понравится. Всем привет! День вылета. Первое, что хочется вам, конечно же, показать, насколько он благоприятный, это вот, пожалуйста, Москва во всей ее красе. Ни хрена не видно, я не знаю, задержит ли наш рейс. Что-то мне подсказывает, что да. Надеюсь, хотя бы не отменят. Мы улетаем сегодня в Африку, в Кению, и у нас важная миссия уложить вещи на 11 дней в маленькую ручную кладь, которую обычно мы используем для всякой мелочевки. Вот моя ручная кладь, это чемоданчик маленький стюардесса. А этот человек еще продолжает укладывать свои пожитки. Честно, на практике оказывается, что мне достаточно одних трусов и двух маленьких. Но на всякий случай я всегда перестраховываюсь относительно того, что будет за погода. То есть я... Да, проблема в том, что в Африке непонятная история с тем, что мы едем на сафари, и там утром будет прохладно, вечером будет тоже, наверное, прохладно, а днем жарко. Вроде вечером может быть прохладно, но может быть ветрено. Я сгораю быстро, но в последний раз сгорела полностью Полина. Какой-то вообще набор фактов, который не дает точной картины. Кстати, в Африку нельзя брать бум... эти бумажные. В Африку нельзя брать полиэтиленовые пакеты, поэтому все мы сложили вот в такие пакетики. Я их заказывала в интернет-магазинах. Вот такие сетчатые. Вот. Надеюсь, что у нас не за что... У нас нет за что штрафовать, у нас нет никакой контрабанды. Единственное, что меня смущает, я начала заниматься пленочной фотографией. Подписывай мой инстаграм, там я выкладываю эти фотографии, собственно, и надеюсь, что после поездки они у меня будут. И, в общем, пленку я беру с собой как раз в сумочку для того, чтобы ее не засветили. И буду, не знаю, либо просить вручную, ручной досмотр, либо что, потому что очень будет обидно это все профукать. Все переливали вот в такие штуки. Короче, на самом деле обычно просто, когда берешь чемодан, есть больше возможности говна всякого напихать, а тут ее прям вообще нет. Давай я тебе дам пакетик, чтобы ты трусики туда положил. Что-нибудь так мне... А зачем? Чтобы они не лежали в чемодане. Мы оставляем трусики здесь? Ну нет, положи, как человек. Пакетик? Туда все равно пролезет бяка, если ты... Ну, чем неужели неприятнее, когда трусики в пакетике? Ну, у меня, во-первых, нет. У меня другая история. Я трусиками делаю этот... Выкладываю мякру. Такая тебе пакетик не мне помешает. Все, ладно. Мужчины. Собранные. Готовы выходить навстречу приключениям. Вот в этот густой-густой туман. Ой, блядь, боюсь замерзнуть в России, либо в Африке, либо что-нибудь там было жарко. Я так не люблю все сборы. Версия влога новая. Спустя год мы летим снова путешествовать. Но с нами каких-то попаратов мужика почему-то. Короче, из неприятностей. У меня выкинули крем от загара. Не знаю, кто из нас будет больше без него страдать. Ну, судя по предыдущему путешествию, мы в равных. Возможно, я. Вот. Потому что я додумалась не сдать чемодан. Решила, что раз он ручная кладь, то возьму его просто. А жидкости? Жидкости. Такой жидкости, по-моему, из больших чемоданов тоже нет? Нет. Первый перелет до Дохи. До Доха. До Доха. Это Масечка. Ого. Мы прилетели в Доху. Мы прилетели в Доху. Я, по-моему, здесь первый раз. Здесь большой медведь. Как тебе перелет? Перелет? Нормально. Нормально. Вопрос в том, как мы выдержим второй, там уже будет не очень нормально. А сколько там сейчас будет? 5.30 еще. Ну, это не 12. Часочек побольше. Симба. Прыщ выскочит, я тебе говорила. Да, ведь я бомж. Мои руки заражены. Мы долетели. Я обгорел уже. Мы в Африке. Ищем наш трансфер, а мы уже его нашли. Едем в отель, который находится недалеко от аэропорта, потому что завтра у нас вылет в Масаймара. Это место, где, собственно, будет проходить сафари. Заповедник. Вот. Сейчас я планирую отоспаться и лечь горизонтально, выпрямить конечности. Пока все выглядит похоже, как и везде. Ничего пока интересного не было мной замечено. Как бы мои подлокотнички. Для естественной человеческой позы. Вот, смотрите. Так сидит обычный человек. Неправильно. В Африке знают, что надо делать для суставов полезное. Значит, выдавливаете сиденье. Так вот шея, чтобы было. И вот так кручите. И спокойненько едете, релаксируйте после долгого перелета. Мы заселились в отель рядом с аэропортом. Показывать здесь особо нечего. Отель хороший. Номер имеется ввиду. Но вида как такового нет. Хочу рассказать вам, какой у нас вообще план. План у нас следующий. Мы нашли прекрасную девушку, которая проживает в Африке. И она русская. В общем, мы еще пока не познакомились. Встреча у нас будет завтра. Она нам организовала всю эту поездку. Я вам буду рассказывать. Если вы захотите, тоже организовать себе что-то подобное. Если вам понравится. Мы решили пообедать после долгого сна. Вы могли подумать, что это обычные мясные шарики. Но это не обычные мясные шарики. Это... Я решил, что первое, что я съем в Африке, это будет мясо крокодила. На запах? Просто тефтелька. На вкус? Попробуй. У меня просто вкусное мясо. Нормально. Вкусно. Доброе утро. Мы вылетаем из вот такого аэропорта в Масаймару. Здесь нет ни одного светофора. Это пиздец, как они ездят. Я просто не представляю. А зачем тебе светофоры, я объясни, пожалуйста. Зачем вам светофоры? Куда я, они помогают не бьёбываться. Ну, это такая бьёбая, белая традиция. Если бы они были, то все были. Да? Серьезно? Все привыкли так ездить? Итак, мы зашли в аэропорт. Вот как он выглядит внутри. Пойдем, я вам кое-что покажу. Если вы вдруг подумали, что это крупная птица. Нет, это то, на чём мы полетим. Я не хочу смотреть вблизи. Мы на такой полетим? Да. Ты не боишься? Я чуть-чуть. Я буду петь всю дорогу песню на всякий случай. Моя любовь живёт на пятом этаже спокойного сна. Почти где-то. Чтобы если мы разобьёмся, уже сразу был всратый тикток. Какой-то фигачишь. Да. Готовы? Нет. Я да. Мы, по сути, пилоты. Блин. Ты здесь впервые? Да. Это, кстати, Станислава, наш гид. Здравствуйте. Привет. Она нас подбила на эту авантюру. Я? Да. И она пообещала, что мы будем живы. Бесконечность, не предел. Ну что? Теперь ты максимально ставил, стало явью. Да. Блин, это очень как... Обычное. Да, реально. Ты рыжий. Я взял рыжий камушек. Потому что ты рыжий. Всё, все камушки, какие я беру, становятся такие. Пока ощущения интересные. Как вы видите, в Африке вроде как бы и жарко, но при этом всём я в тёплом костюме. Под ним ещё футболка, топ и плащ. Ботинки тоже у меня не шлёпки. Сейчас мы поедем в заповедник. Ребят, первое животное найдено. Ааа, это зебра. Лючучучки. Добрый день. Брат, уйти. С жопы у них такие прям... Бум! Исполни чистенькие. Да, и очень чистенькие. Призумел. Да, они белые. Красивые. Ожидаешь, что будут коричневые черкаши везде. Когда ты... Ну, я типа... Я не могу в белых штанах ходить. А я никак... Поверх них. Не знаю, но эту камеру интересно видно так далеко. Наверное, нет. На жирафах? Да. Конечно, на львы. Тоже львы едят жирафов? Ты видел, как они бегают? Конечно же. У нас будет телек. Я думал, телек. Это ограда телевидения. Что скажешь про номер? Я вообще не ожидала. Я настолько... Вот почему я люблю никогда не смотреть заранее. Да, что был сюрприз. Ты приходишь такой... Что? Да, да. Ну, для меня в новинку, что... Я на улице, у меня не было таких открытых. Да, что это прокачанная лакшери палатка. Да. Здесь просто тент такой натянут, получается. И мы... После шести, да, она сказала, вот это должны свернуть. Да, вот насекомых. Да. Джакузи. Вон наши эти чучуки. Вон машки. Эй, лохи! Нравится? Да. Мне нравится. Я наелся и сплю. А меня надо сейчас фоткать. Тебе придется меня фоткать. Ну, нахуй, я тебе дарил этот штативчик с дистанционным пультом. Зачем мне штативчик с дистанционным пультом, если вот он? Я по твоему штативчик. Любимый штативчик. Самый лучший. Это шутка. Я в шутках знаю толк. И это не она. Все. Так, ребят, мы поехали теперь на настоящий сафари. Покупались, поели. И вот собрались в той же компании. Вячеслав. Мария. Данил. Привет. Станислав и я. Кого же мы увидим сегодня? Ваши ставки. Я думаю, слон. Ага. Я думаю, мы увидим какую-то кошку. Ага. Пока не вижу, какую надо... Пока не хватает чакры у меня. Ага. Спросить через следующее пиво, я тебе скажу, какую кошку мы увидим. Мосорог. 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 Если мы увидим носорога, это будет фантастика. Фантастика. Не верю, что настолько мы фартовые. Вот так это выглядит, ребята. Ну, тем временем у нас на сафари произошло ЧП. Дорогие друзья, что я, это я, наконец-то. Я и вы с любой ценой. Вы думали, мы в закусе здесь только валяемся? На самом деле мы выживаем. Ты уезжаешь из Санкт-Петербурга, не уезжаешь. Одна хуйня. Вот кто, дождь у вас самого. Есть ощущение дождя. Да, что будет влаги. Немножечко... Сейчас бросит коголосы. Секунду. Русскому человеку никогда не был страшен дождь. Вот отсутствие пива, это проблема. К сожалению, за дождя сегодня не будет заката. Вот. Поэтому, кажется, мы уже возвращаемся. Но на пути у нас встретилась Гиена. Доброе утро. Время. Пять утра. Мы провели ночь в этом чудесном шатре. Уверена, что здесь нихрена вам не видно. Это Данечка. Это экшн-камера, а тут никакого экшн. Здесь такая пассив-ситинг. Как прошла наша ночь? Вот, Даня, очень холодно. Мне, в принципе, терпимо. Вот я сейчас лежу башкой на грелке, мне заебись. А ты еще под голову все положил? Да, я вам не показывала. В общем, мы вчера пришли и выяснили кое-что очень интересное. Направлю на себя свет. Мы раскрыли одеялко, а под одеялком лежат вот такие штуки. Потому что предполагают, что здесь будет достаточно холодно, а это нам должно было помочь согреться. И, если честно, я посреди ночи просыпалась, она прям такая же была горячая, как и когда только мы пришли. Потому что это желудок зебры. Они такие. Пару раз просыпалась от того, что какие-то животные издавали странные звуки, и из-за того, что это совершенно непривычная для нас среда, здесь даже примерно нельзя угадать, кто этот вопль может издавать. Типа, даже нам рассказывали львы, которые мы привыкли как в мультиках, они рычат там в Король Лев. Да, что они так не рычат, что они каким-то другим звуком это делают. Поэтому хер его знает, что это было. Может, Слава, что приятно. В общем, у нас сегодня по плану тоже ребята сафари. Собственно, то, из-за чего мы сюда и приехали, ничего пока экстраординарного в другом смысле у нас и не будет. Но у нас ещё есть куча неоткрытых, неизведанных для нас животных. Вчера мы увидели двоих, да, из пятёрки. Бизона, ой, буйвола и слона. Да. Вам звонят. Кажется, мне снится, что я сплю. А ты сейчас лежишь с Прусикиным где-то в Питере. Не, знаешь, где я лежу сейчас на самом деле? Сейчас 6 утра, зима, Воронеж, мне надо в школу вставать. Нет, я, блядь, стендап-комик взрослый из Африки уже, блядь. Нет, нет. Какая нахуй школа? Вот мы уже в машине. Приехали теперь в парк. Короче, национальный заповедник, в отличие от национального парка, просто меньше принадлежит государству. Покупаем билеты. Вход сюда по билетам только. И ещё у наших водителей есть вот такие рации. И они друг другу передают информацию, где какое животное они видят. Следующий лот – это страус. Чисто битва за мужика получается? А он от них убегает. То есть, мужик, я не вижу. А если вы будете стоять, то он может этой ногой, вот этим вот когтём, прямо свороть брюхо. Траусы опасные. Только что был сигнал, что найден носорог. Летим. Нашли, нашли, нашли. Говорят, что нам очень повезло. Третье животное, да? Из пятёрки. Третье животное. Одну секунду, я потом уже не знаю. Просто жесть. Это, 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 это. Да. Ой. Ой, ой. Блядь. Может, поедем нахер, пожалуйста? Я обосралась. Я обосралась. Сорочи, я ввезел, реально, если кто-то из нас обосрется, я честно скажу, выговорить. Я не поворачивайся спиной. Ой, лёд. Я обосрался, во сколько ты сказал, не оборачивайся спиной. Так, но сейчас у нас завтрак после, после всего увиденного. Недалеко от Ольвов мы подъехали, но сказали, что у них Медова месяц, и они будут постоянно совокупляться. Мне больше всего понравилось, что когда мы подъехали, самка встала, и самец вот так вот взглянул такой. А это время еще не так много прошло. Это мы получаем 8.30 только. Место для завтрака. Вон там вот где-то лежат львы. Ну это, блядь. Ну это одно из сильнейших впечатлений, которые когда-либо у меня было. Я думала, что он будет, ну вот как вот мы там видели бегемота, что я буду кропать. А тут, блядь, вообще ничего не нужно будет приближать. Вообще. То есть это было вот как вот это вот, ну вот, мне кажется, ну может дотронуться я бы не могла, но если бы высунулась, то точно бы дотронулась. Да, да, у меня есть кадр, как они к тебе прям с твоей стороны подходят, и я ничего не могу сделать. Я сижу просто такой, ну, пиздец. Приятного аппетита. Всем приятно. Спасибо. Легкий перегруз. Да нет. Как делать? После стресса. Летим к гепардам. Господи, вообще не выразить словами, как красиво. Пошли в место, где явно кого-то убили, и там куча стервятников и гиены. Зебра. А, да, зебра умерла. Жопу уже проели ей. Гиены ушли, и сразу же просто моментально накинулись стервятники. Так, началась паника на корабле. После этого гепарда мы нашли львов. И Машка уже, ну, и как бы, и мы все, что-то уже с сыном подъезжать так есть, да. Нет, просто когда ты подъезжаешь на трасс, типа ты не ожидаешь, что тебя ждет. А тут уже кто-то пой. Ну, я издали как с ногу, с биноглием, вообще супер. Часа вот у них. Вот, просто прям под деревом. Блядь, блядь. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Водитель говорит, что они уже практически готовы делать детей. Я не знаю по какому признаку. Типа она приводит себя в порядок. Что-то там легко. Но льву кажется, это не очень интересно. Ух! Не тиши, gauche, не Spotify! Раз за день, 5 секунд длится половой акт. Девчонки, вот так вот. Это жесть, ребята! Что за пиздец? Хасан, ты реально тайка! Танислава не оставит нас голодными. Все продумано. Тут все, салатики, шашлычки, пицца, пицца. У тебя не белое лицо? Какое белое? Белое. Полосы? Да. Танислава, скажите, у нас удачное скорее сафари? Каждое сафари удачное. Не бывает плохих сафари, но это особенно удачное, потому что носорог, потому что львы. парочка на ханимуне, да. Потому что очень близко гепард, и самочка, и четыре самца, гуляющие прямо рядом с машиной. Угу. Что еще? Что еще? Уже сказали. Да, уже сказали. Клубное место. Мы приехали встречать закат. Не факт, что он будет, но мне кажется, это уже выглядит великолепно. Он опять... Слова подписывает. Да, Полина Александровна, вы, конечно, пишите. Мужчины прыгают, мы смотрим. Свое. Спасибо. Уезжаем из нашего первого отеля. Едем в другой, где будут жирафы Смеетесь, потешаетесь, блядь Блитнолитые Реально, когда через три дня может сгореть хирам И Даня будет один-единственный безыдобный сон Не, я уже с ними У меня руки вот обгорели Я вот так уснул, блядь, с рукой Мне пришла пизда Мы иногда перед сном Выясняем, что Полина не может выговорить длинное слово Или говорит его очень неправильно И она прочитала, типа, что такое саванна Мы, типа, уточняли И она такая, это поезд, типа Суп-кваториальный Я говорю, ну-ка, скажи нормально Суп-кваториальный Я говорю, нет, хуйня, давай еще Суп-кваториальный Я говорю, блядь, нет, читай Она читает по слогам Суп-кваториальный Я говорю, ну быстро, суп-кваториальный Это было так потрясающе Последний раз это было, по-моему, слово гермафродит она не могла и короче сложно она просто слога накидывается там типа герман фродит что неправильно уезжаем из нашего лоджи который находится прямо в саванне то есть мы всегда выезжали на сафари которая уже находилась прям за дверьми нашего отеля у нас сейчас будет перелет а нет мы сначала сейчас поездим еще два часа попробуем найти леопарда потому что это последний же я сказал я расколдовываю то что ты заколдовываешь подъехали к нашему самолёту выглядит он вот так а собственно аэропорт вот так все четко и понятно вышел сел залетел очень жду следующий пункт потому что это самое популярное мне кажется место в инстаграм когда все говорят про африку это отель жирафом видели тысячу одну фотографий вот посмотрим как это выглядит в реальной жизни в этот раз самолет у нас почти полный и села я у окошка тут мальчик ой девочка и мальчик рядом мы приехали чё красиво здесь мы будем жить как я обгорела а чё это вдруг не было такого правила не было такого правила очень красивая ванна чувствуешь себя на приеме в каком-нибудь погенном городе прошу по таким вопросам меня не беспокоить так мы обеда завтракаем и выяснилось что здесь я думаю здесь нельзя выбрать по меню то есть в этом отеле они решили что они все решают сами они заранее спрашивают если у тебя есть какие-то пищевые аллергии а потом решают что тебе будет вкусно вот так но пока было достаточно вкусно поэтому если ты скажем не любишь баклажаны лучше сказать что у тебя на них аллергия у меня аллергия на невкусно нормально у них укусил или что-то рыба нынче там хрустящее рис лимон и соус нравится как выглядит сукпаячение что это типа не шарлотка это просто яблоко это печеное яблочко из микроволновки ты пилишь его ножом для рыбы с чайной ложкой это про я больше трудит и не мороженое и на ты ей же ешь извините сплошный на ёбк ты летела сделать что-то гадкое предлагаю делать это рукой котик ну как тебе сыпи поехали дальше в 6 часов в этом отеле мы должны увидеть вот такое это голова чья-то они выходят здесь в 6 часов вечера и рано утром он явно чего-то хочет прости но нам сказали что утром они будут приходить к нам вот как раз сюда вечером сейчас мы идем какое другое место под зонтики на самом деле моросит дождь и фишка еще этого отеля в том что если вы заплатили столько денег много но при этом все начнется дождь жирафы не выходят и как правило в этом отеле люди берут там день-два если жираф так и не вышел ту как бы вы уезжаете ни с чем маша сказала что жираф не должен был заходить сюда но зашел и нам говорят не делать резких движений он несут комбикорм мы значит передвигаемся к другим жирафам есть некий эдик эдуардо он больше чем те кто не я немножечко нервничаю я чувствую их зубы ну интересное ощущение у нас с марии пальцы свиньевые камеры не знаю фотки вроде должны быть завтра еще утром будем честно говоря как-то когда ты находишься рядом ты сильно не думаешь о фотках ты думаешь ладно в принципе мне хватит фотографии не важно какие они получатся что смотри я иду вот я иду с этой с едой меня в руке есть вкусности я такой привет ну что ж день подошел к концу у нас кстати посмотрите как выглядит наша кровать под таким занавесом комарь теперь понятно почему это занавесочка тут пожалуйста прячься что я хочу вам рассказать своих впечатлениях во первых на сегодня что есть у нас прошло чуть больше половины всего что мы запланировали то есть это было сафари который вы увидели это наверное основные впечатления и первую очередь за этим мы сюда и ехали подвинься во вторых нам показал что комар это всего лишь перышко во вторых нам очень хотелось попасть в этот отель потому что он супер распиаренный тут бывали очень многие инстаграм звезды поэтому нам очень хотелось посмотреть потому что ну офигеть жираф который ест у тебя с руки и он такой большой и ты прям так рядом это очень интересно я лично конечно галочку себе поставила но не могу сказать что в этом очень много кайфа потому что все-таки это животное и я у меня работает инстинкт самосохранения мне было много некомфортно особенно когда в некоторый момент и их зубы и прям шкрябали мне по ладони и по пальцам это как блин скорее докидываю еще корм иначе он меня съест на вряд ли бы такое произошло иначе бы этот отель бы не работал но все равно стрёмно здесь наверное немного другая история нежели в привычных нам отель это что здесь собственно вы приезжаете в первую очередь для того чтобы поконтактировать с животным во вторую уже очередь вы здесь чилите и отдыхать помимо жирафов здесь делать нечего поэтому мы взяли ровно один день во первых потому что здесь нечего делать во вторых очень очень дорого ребята это не очень далеко вот от аэропорта мы ехали не знаю минут 30 это очень близко только 12 номеров на все это и людей соответственно тоже очень немного посмотрим что будет завтра утром в 6 утра в очередной раз мы не высыпаемся и выходим вот буквально вот сюда там у ребят выходят балкон и у нас и идем кормить жирафов получается вот с балкончика потом мы идем вниз чаепитие с жирафами у нас и еще там может быть что-то с жирафами не знаю уже что еще можно сделать с жирафами ну и собственно в 10 утра у нас вылет на побережье надеюсь что вам очень интересно по крайней мере мы стараемся в instagram я сохраню все stories которые были у нас наши поездки вот плюс ко всему естественно там же будут все контакты все отели все гиды все будет там но теперь отправляемся спать доброе утро ребята время время пять пятьдесят привет подрусь какой фонарик я не понимаю как можно в это время фоткаться ой так ты жуй ты чё тут складываешь-то следующий этап мы банда в четырех халатах идем вниз на милый завтрак с жирафами если эти жирафы не будут милыми я им въебу боюсь что тогда не уедем из этой страны ну это в общем фотографии надеюсь получится хорошие то что только что мне сегодня у нас вылет в другое место как называется господи какой я человек я ничего не могу запомнить где они все теперь я сказала пляж где они где мы будем два дня отдыхать на побережье ваши комментарии по поводу происходящего мы так быстро передвигаемся что я уже два дня нихуя не пойму как дед в деменции просто оказываюсь вместе что-то оказываюсь другому уже не понимаю нюансы как я типа оказался здесь что мне сюда привело где я даже название не знаю и такого это дом в котором жирафы мы в россии отъехали мы значит от аэропорта ехать 20 до нашего отеля я все да ребята это ты да обалдеть у меня настолько нет никаких ожиданий по третьей части нашего отпуска что я для меня это вот сейчас я не видела ни на картинках нигде мы станем полностью такие пофигисты что никогда ничего не смотрим и не изучаем спасибо что я долетел сюда вот спасибо что я здесь пятым перелетом целая вилла принадлежит нам и скорее всего на территории этого отеля нет никого а точно итак мы сделали свой выбор даня захотел эту комнату и я подчинилась идем прощаться с нашим гидом который сделано восхитительная программа да да у нас вообще столько воспоминаний столько эмоций что я первый день и это что в курсе что могут все все что один день я за вас всех наобнимаю спасибо приехали спасибо все я пошла тусоваться на самом деле как раз оптимально потому что по большому счету нет разве кухни таких и это супер . мне кажется конечно нашего путешествия когда-то и три дня сколько мы были идеи колбасишь на машине на сафари тут сюда и сюда просто приезжаешь и понимаешь что все эти можно ничего вообще не делать то есть может принципе не шевелиться выбрать где-нибудь под тенью места и не волны с тобой согласна потому что все что мы показываем работает именно в совместном ну типа наборе то есть сафари жирафы для того чтобы поделать там фоточки просто как поставить галочку да если бы ты приехал сюда в первый день мне кажется все заселился такой и чё типа да я здесь буду делать как меня развлекаться еще на этой вилле есть свежие морепродукты и у нас свежий краб но его даже не нужно ковырять ребята все так ручки сложить все так берешь за ручку его раз и ведешь его в рот обезьяна прям за тобой последние два дня заканчиваются на нашей вилле я вам ее быстренько показывала но эти два точнее три дня мы просто кайфовали отдыхали загорали снимать особо здесь было нечего здесь потрясающий сервис потому что столько сколько я ехать здесь я не ела нигде на буквально нам принесли огромного лобстера мне кажется он размером вот не знаю от кончиков пальцев до моего локтя здесь потрясающая женщина владеет этим всем она итальянка все время приходит говорит хотите пасту ревиоли сегодня нам вечером принесут устрицы я такая и как-то уезжать совсем что ли не хочется даже не знаю мы уже так как-то привыкли ко всему то что путешествие никаких масок никакого локдауна просто посмотрите какая это красота но к сожалению сегодня последний день мы едем встречать закат там у нас будет вино закуски и завтра утром нас ждет огромные то есть это настолько вы понимаете чтобы понимали насколько далеко мы забрались сегодня у нас перелет с места которое называется де они где мы находимся прямо сейчас в нейроби лететь не так много всего лишь час но в нейроби у нас 6 часовая пересадка до катара там мы еще девять часов и с катара мы уже летим москву кайф но пока об этом думать не буду сейчас у нас последний день встречаем закат а на этом пляже мы будем встречать закат это конго рива как нам говорит этот чувак как тут красиво на тебя солнышко светит красивый мужчина я вот-вот постригусь на волосы еще пару волосиков мои ебучие глаза и все пока спасибо за просмотр надеюсь вам понравился этот ролик пишите комментарии я буду все читать пока